Всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поделиться мнениями и выводами о полной шумоизоляции. Собирался я давно сделать шумоизоляцию, но вот наконец-то это свершилось. Напоминаю, у меня Lada Granta Cetan, 8-клапанный двигатель 90 лошадиных сил, куплен от 30 сентября 2021 года. И сегодня я хотел бы рассказать именно о шумоизоляции. Сделал я ее со 2 по 3 апреля, два дня мне делали в городе Омске, компания Шум Сервис. Компания Шум Сервис работает с материалами Комфорт Мат. Нисколько не рекламирую, дело ваше, очень доволен. Сделали все тщательно, хорошо, аккуратно. Предлагается 4 варианта изоляции, Комфорт, Премиум, Экстра и Бомб. Я выбрал вариант Премиум, но шумоизоляция пола была взята из уровня Бомб. Там материал мне больше понравился. Также была произведена полная шумоизоляция моторного отсека. Также там два уровня попроще и посложнее, так скажем. Ну, пусть получше материалы и попроще. Я выбрал материалы получше. Вот. И, в общем, мне все затраты обошлись 57700 рублей. Вот. Как раз уже пошла волна подорожания. Я так понимаю, я тоже ее зацепил какое-то время. Вот. Некоторые подорожания, скажем так. Вот. Итак, я приложу фотографии, которые отражают, может быть, там, этапы шумоизоляции. Ну, в принципе, все будет понятно. И также там будет указан перечень слоев, название материала, что, зачем следует, каких размеров и так далее. Вот. Сразу отвечу тем, кто вот, да, это непомерно дорого, да, это Гранта, да, зачем ее шумить? Она так была, так и останется Грантой, телегой. Да, я согласен. Ничего не поменялось по большому счету. С одной стороны, да, конструктив авто, учитывая конструктив авто, я считаю, что мне, ну, ребятам удалось достигнуть некого максимального результата, которого можно было, наверное, достигнуть. Вот. Поэтому. Делать или нет, дело ваше. Если бы я вот сейчас знал, как это будет на сегодняшний день, после шумоизоляции, я бы раз 100-200 еще раз то же самое сделал. Вот. Итак. Кстати, сейчас я еду на круизе 104 километра в час. Это асфальтированная, в принципе, ровная дорога. Ветер получается почти встречный, чуть-чуть боковой. А вот летняя резина, КАМА штатная, которая ушла с завода. Можете ощутить, какова акустика в машине. Ну, камера, наверное, не передаст, но тем не менее. Итак, пойдем по пунктам. Первое общее впечатление, наверное, поставим на первое место. Это машину как будто подменили. Все классно. Просто поменялась, не знаю, поменялась тональность, что ли. Конечно, машина не стала, как на некий вакуум, где вообще ничего не слышно. Ну, повторюсь, учитывая конструктив авто, наверное, это невозможно с Грандой. Вот. Но стало очень комфортно. Вот. Насколько это возможно оценить. Вот. Я не ездил, конечно, на премиальных автомобилях. У меня был до Гранды Логан. Кто не знает, есть видео на канале. Но вот, честно говоря, Гранда после шумоизоляции, как мне кажется, стало более... Ну, покомфортнее, что ли, Логана. Я очень доволен. Вот. Это было, получается, первое. Дальше. Второе. Управляемость. Как сказалось все на управляемости? Сказалось, как по мне, наилучшим образом. Вот. Почему был взят пол из уровня бомб, из максимального? Потому что мне понравился материал, там так называемый экстрим. Там два слоя фольги. Ну, так же питомная основа. Но он такой, очень такой, достаточно тяжеловатый. Вот. И все это как-то мне приглянулось. Соответственно, все это повлияло на управляемость. Машина стала тупо тяжелее. Физику не обманешь. Вот. Повороты заходить приятнее. С подвеской ничего не делалось. Как штатная была, так она и есть. Вот. Она стала очень такая собранная, какая-то, не знаю, массивная такая, как такие ощущения, ну, дороже, не знаю, ощущается не дороже, как это можно характеризовать, но, по крайней мере, увереннее, прогнозируемее, что ли. Допустим, по сравнению с Логаном, ну, наверное, стало чуть получше. Потому что Логан тоже не предел совершенства. Там хоть и есть подрамник, но все-таки тоже некая вальяжность присутствует. Вот. А здесь прям я доволен. Бежачие полицейские, ямы, какие-то там неровности. Все это стало настолько комфортнее проходить. То есть более такая мягкость какая-то, что ли. Если там какая-то яма, обычно бум, но тут как-то так бум, как-то так вот, бум, более мягче, что-то сдержание и все это. Очень приятно. Дальше. Шум от двигателя. Шум от коробки, так называемый вой. Но, скажу так, они никуда не делись. Вот. Шум от двигателя. У меня восьмиклапаны, напомню, двигатель. Конечно, он, несмотря на то, что шумили в моторную перегородку, он есть, на холостых он есть. Разгон, естественно, слышно, но уже не так. Я бы так сказал, процентов на 30, на 35 снизился шум. Вот. Может быть, он поменял тональность, как бы более приятный, что ли, приглушенный, а по факту он такой же остался. Но ощущение, что почти наполовину снизился. Дальше. Коробка. У меня был явный ощутимый вой в моем автомобиле на второй под сброс газа, на третий чуть меньше, на четвертый чуть еще меньше, на пятый какой-то такой свист, не свист, не знаю, что-то такое, какой-то вот, ну, тоже какой-то специфический звук, скажем так. А вот. На второй под сброс газа после шумоизоляции стало комфортнее. Конечно, он остался, его по-прежнему слышно, вот. Но где-то там вдалеке уже. На третий тоже там едва различимый, на четвертом я уже его не ощущаю. А на пятый, ну, скажем так, я знаю, что он есть, что он был. Я, как бы, его ухом, так, скажем, улавливать пытаюсь. Я его, ну, выделяю, в принципе, нахожу так, слегка едва уловимый. Тот, кто не знает, что он там есть, он его и не найдет, не выделит. Вот, поэтому, все отлично. Что касается масла в коробке, тоже было видео, залит у меня лукойл, заменено заводское Роснефть на полусинтетику лукойл 75 В90, плюс два тюбика присадки ликвимоли. Вот, почему я это говорю? Бытует мнение, что вот там масло тоже поможет. Я не знаю, может, оно и помогает каким-то образом, не знаю, по поводу боя шума. Нет, мне, как мне казалось, до шумоизоляции вообще это никак не повлияло. Я менял его ради переключения передачи. Сейчас я хочу поменять на нормальную синтетику. Вот, для переключения, я думаю, станет получше. Ну, и просто интересно понаблюдать, как будет с воем. Даже если он усилится, но я думаю, что он не станет таким, как был до шумоизоляции. Дальше. Что еще? Расход топлива. Ну, как бы честно говоря, я никогда не заморачивался на расходе топлива. Я не выделял его там прям, вот он там сколько съедает. Периодически поглядываю. 10,9-11,2. Ну, это было вот до переобувания на летнюю резину. Ну, я вот сейчас ездил на зимний. Ну, в городе 95% города. Короткие, очень короткие поездки. Поэтому где-то прогрев там с автозапуска запустишь. Почтешь собираться, пока отвлечешься. Выйдешь, она уже прогрета. Вот, пробки, светофоры. Ну, я не знаю. Ну, сколько она должна есть в таком режиме? 5, что ли? Нет, конечно. Вот, поэтому... Не знаю. Ну, я не гонщик, опять же. Но в то же время я не то, что там плетусь в правом ряду, еле-еле. Я не заверил, чтобы он поменялся. Как он был, так он и остался расход. Поэтому кто заморачивается, конечно, по идее, ну, по логике вещей, должен стать больше. Машина потяжелела. Двигатель, трансмиссии остались прежними. Ну, как оно будет меньше? Не знаю. Вот, даже если будет больше, ну, не страшно. По крайней мере, для меня. Дальше. Еще. Я, кстати, попутно наклеил уплотнители RK19. Вот, здесь вот по контуру двери, получается, я наклеил по верхней части с обратной стороны. То есть, внутри, естественно, D-образный уплотнитель. Вот. Ну, не знаю, насколько он там уместен и нужен, но, по крайней мере, я так понял, он примыкает к уплотнителю двери. Вот. Соответственно, ну, хуже не стало. Вот. Ну, и RK19 вертикальный боковой, он, получается, хорошо так снизил свист ветра на скорость. Ну, не снизил, а убрал его. Вот. Дальше. Дальше, что касается прогрева и охлаждения. Я, получается, сделал ее в апреле, шумоизоляция, в начале апреля, и уже не было таких морозов. Ну, все равно, конечно, печкой пользовался, а кондиционером еще не пользовался. Но, даже по тем коротким, так скажем, периодам использования печки, салон ощутимо быстрее прогревается, салон ощутимо дольше остывает. Вот. То есть, без шумоизоляции она просто выстуживалась за какие-то, не знаю, там, считанные минуты. Сейчас этого нет. Я думаю, зимой я это протестирую, будет гораздо лучше, чем было раньше. Дальше, что касается дверей, ну, тоже я приложу список материалов, сколько там слоев. Вот. Бытует мнение, что они проседают, провисают, отваливаются, ну, не знаю, даже если это будет, это явно будет не сразу, поэтому я думаю, что переживает за это. Ну, что-то изменится, будем исправлять проблему по мере ее поступления. Что касается звука, музыки, я не меломан для меня. Она тогда играла приемлемо, ну, просто на скорости становилась шумнее и приглушалась. сейчас этого нет. Что тогда устраивало, что сейчас устраивает. Ну, конечно, стало играть получше. Дальше. Закрываются двери. Как вот некоторые, я тоже смотрел ролики про шумоизоляцию. Ой, закрывается прям такой звук. Ну, они стали просто более глухой звук закрытия. Сказать, что прям вау. Ну, и так звонко, как тогда брякали. То есть, ну, конечно, поменялось. Чтобы там акцентировать внимание, на этом я бы, наверное, не стал. Дальше. Дальше. Ну, наверное, и все, что касается общих каких-то впечатлений. То есть, я доволен. Естественно, я не пожалел. Все это очень понравился эффект. А, ну вот, да, еще тормоза. То есть, надо привыкать. Машина стала тяжелее. И обычно, ну, по привычке тормозишь так, как ты тормозил раньше. Нет. Сейчас она проедет больше. Тормозной путь, скажем так. Она тяжелее стала. Ну, просто это нужно учитывать. К этому нужно привыкнуть. И это, скажем так, оценивать с поправкой на этот факт. А так, никаких сложностей, проблем. Если вы, конечно, заморочены на расходе. Я не знаю, вы не понимаете, что те же скрипы, звуки после шумоизоляции, они, в принципе, имеют право появиться. То есть, это не панацея. То надо хорошо подумать. Конечно, все пластиковые детали все проклеили, как он называется, антискриптным материалом. Но, честно говоря, меня и так не досаждали особо скрипы, но, тем не менее. А вот еще, кстати, слабое место все-таки осталось. Наверное, это окна, стекла. Они мне так же брякали, бричали. Я вставил антенный кабель, передний и задний. Передний мне электростеклоподъемники. Все отлично, все классно. А вот задний, вот, у меня весла. И когда стоял, я поставил тоже туда, соответственно, антенный кабель, но недавно я вытащил и поставил туда гидроуровень. Все-таки антенный кабель, мне кажется, толстоватый для задних стекол. Все-таки как-то они при открывании потом, ну, не очень, как бы, хорошо, потому что они, правильно это выразится, ну, менялась у них такая, поднимаются по одной плоскости и потом сдвигаются в сторону, получается, багажника и не до конца закрываются нормально. Приходилось руками потом поддевать. Вот. Гидроуровень когда вставил, ну, одна сторона нормально стала, а вторая по-прежнему надо так делать. Вот. Но на кочках сейчас, когда едешь, чувствуешь где-то вот с района стекол все-таки по брякиве не есть. То ли гидроуровень все-таки поэластичнее и не так прижимает то ли что. Вот. Надо будет все-таки, наверное, попробовать потестировать, вернуть обратно кабель антенны. Вот. Ну, наверное, буду завершать. В принципе, сказал, наверное, все. Вот. Дальше приложу фотографии, посмотрите. Вот. Ну, еще раз резюмирую. Все классно, все понравилось. Я делать советую. Сейчас все дальнейшие новые автомобили. Я очень надеюсь, что они, в принципе, будут, что будет не одна машина. Вот. Конечно, я буду стараться также делать шумоизоляцию. Вот. Наверное, все-таки автомобили какие-то такие, как тот же Logan, наверное, тот же Kia Rio, там, Hyundai Solaris и так далее. Наверное, эффект шумоизоляции этих автомобилей будет, наверное, все-таки выше, потому что, ну, что там греха таить, они более качественно, наверное, собранные. Более качественная подгонка деталей и все прочее. Поэтому я думаю, что будет здесь эффект тоже. Но, в принципе, даже с Гранта, я думаю, вытащили все, что, как говорится, можно было. Вот. На этом все. Вопросы есть. Задавайте, будем отвечать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok